Всем привет, с вами Фиксио, мы продолжаем играть группу под названием Зуба. Тут, как всегда, продолжается вчерашняя акция с предложениями в магазине. Хотя, если честно, вчера было неплохое предложение, правда оно уже пропало. К сожалению, я забыл вчера показать вам. Здесь продавались 10 легендарных ресурсов, вроде как за 40 тысяч чем-то гемов. То есть, ну, эквивалент этому только в два раза дешевле было. Не знаю, почему так, но вот так продавались разработчиками. Видимо, в будущем, наверное, тоже будут такие акции повторяться, поэтому, если что, просто не покупайте за 50 тысяч. Да, на дону завезли лабиринт, забыл тоже про тему вчера рассказать, но, как бы, ну, что, лабиринт и лабиринт, ничего нового, в принципе. Можно, кстати, противопройтись, сейчас ради прикола. Мы, кстати, сегодня поиграем за Фейс Кольскую, да, скин у нее такой модный, последний был, который добавлен в игру. Посмотрим, насколько же она стала имбовая в боях, я ее немножко там усилил атрибутами и, думаю, процентами урона тоже усилил, я просто не помню, что она прокачивала в последний раз, но что-то прокачивала. Поэтому, в этот раз Фейс станет сильнее, возможно, сборку на нее тоже поменяем, может быть, там что-нибудь нападало из сундуков, я послужить тоже не помню. Что кому падает, это, конечно, сложно вспомнить, когда это случается там частично в одну неделю, частично в другую, потом это все надо вспоминать через месяц. В общем, звучит не очень. Ну, да ладно. Пока что дошли до пятого этапа без бота, это шанс неплохой достать дону. Кстати, прошло уже больше двух недель, мне так и не прислали рандомный легендарный предмет за Пантеру и Лейн, который я выбил в лабиринте дважды. Ну, вы понимаете, да? То есть, сколько я там тысяч гемов слил на это все, да, дело? Вроде под три тысячи гемов я потратил и ничего не прислали. Вот такие разработчики, ребятки, если что, если что. Хотя они должны были бы прислать все, почему не делают, непонятно для меня на текущий момент, но как вроде бы как должны. Ну, ботик на самом уровне, стандартная практика, да. Гляньте, даже не 120, капец, еще и цену завысили в этом лабиринте, пусть сами, как говорится, и проходят. Ну, вот, отправься в команды бои, поножли в дорогу. Сборочка, да. Давайте глянем все-таки, мало ли что-то интересное. Вау. Вау. У нас тут легендарных предметов накинули. Неплохо так накинули. Ну, если честно, вот в Фейбе подошли, наверное, труба ракеты. Какого-нибудь чистого уровня хотя бы. Ну, что, возьмем дали гендарных предметов и пойдем посмотрим, на что способна Фейбе. Правда, я не знаю, феромоны бесполезны, да? Как вы помните, если я не ошибаюсь. Ну, а что, она кидает их, а смысл? Ей нужно в ближнем бою это все иметь. А она в ближнем бою почти не дерется, потому что это Фейбе, она дальний бой, да? Поэтому бицушка только есть вариант, но вместо чего? Вместо только этого друга. Ну, давайте пром вместо этого друга взять. Почему на Доне было непонятно. Очень интересно, как всегда. Ну, все, отправимся в бои. Надеюсь, бицушка сегодня нам покажет свою силу. Обидно, что нельзя вот взять, заменить ненужный легендарный предмет, абузер, на что-то более адекватное, кстати, в моей команде, если что. А вот, кстати, видите, это вот два дополнительных аккаунта, которые завел этот абузер. То есть этот абузер, он не просто абузер, он завел дополнительные аккаунты, чтобы... Да, блин, можно урон накинуть, нет? Бук, грант, куну, зависть. Ну, то не гад. Гадский то не мешает играть. Сейчас еще и умрет. Наш гений на кенгуру просто играет соло. Ну, а зачем ему командные грады? Может, что он что, в командный бои зашел? Да, не тут-то было, да? Хотя всего лишь какой-то там 20-й уровень, который ни на что не способен, которого я бы спокойно уничтожил. Ну, мы тут пока на автоатаке все разваливаем. Краб уже в панике, не знает, что ему делать. Там, правда, еще один краб. Да, еще один краб, это, конечно, опасно. Но мы пока живем более-менее. Залутаем здесь наградки. Ну, оружие, да. Аптечки, все такое, что осталось после вот этих вот пары мертвых друзей. Тоника пришлось отдавать. Мы сами видели, как он играет, да? Я там бы как-никак-никак просто не успел. Там снизу сквад добивать, добивал, да? Сверху там пришли. А вот, кстати, краб там бегает. Друг на крабе. Ну, что ты? Куда ты бежишь? Дерись. Какой-то он был дерзкий, когда с кофем на меня нападал, да? А сейчас что-то все, да? Все? Уже не такой дерзкий. Кофе закончилось, да? Осуждаем кофе. Осуждаем максимально. Ну, крабика, как говорится, не дадим спасти. Не дадим вообще ни разу. Аптечку сниму, утонем. Чтобы было. Ты шо, там опасные ребята к нам пришли. Пытались меня уничтожить, но что-то не срослось. Генри пытается залететь с одной стороны, с другой. Я там, как всегда, всем промахиваюсь. Ну, моя кассеточка, она зарешается в любом случае. Там у них касатка, надо быть аккуратней. А, седьмого уровня, ну ладно. Седьмого уровня не страшно, в принципе. Этого мы пробили. Кенгрушки сейчас прокинули. Мне бы золотую гранатку золотой был. Но вряд ли получится, наверное. Что там, какой-то живучий этот кенгуру? Ну, гранатку, в любом случае, подлутаю на всякий случай. Генри, командная работа, взял и сбежал. Это, если что, у них там, походу, в команде по Генри, только что был одиннадцатый. А там еще шестнадцатый, а нет, это шестнадцатый будет. Но все равно взял, сбежал, просто вместо командного боя. Ну, как бы это... Это прискорбно. Прискорбно, пицушку я хотел задать себе, но золотал кенгуру обидно. Ну, ладно. В любом случае, мы оба получили пицух. А, нет, видитесь, это два Генри. Все-таки я не ошибся. А этот просто откинулся за секунду. Да, в общем, странный Генри, то есть... Мне, чтобы играть командно, да? Нет, зачем? Командная работа слишком сложна. Слишком-слишком сложна. Кстати, я Генри по итогу убил. Он что там, касатку пытается словить, она ворачивается, да? Касатка, ты что ворачиваешься? А? Да, там еще... Вот, видите, кто играет, да? Какие игроки? Им лишь бы попрятаться, им лишь бы побегать и все остальное. Он, кстати, заметьте, без сандалий святого игра. Совпадение, да? Совпадение, конечно, совпадение. Конечно, совпадение. Как всегда, очередное совпадение. Генри на Генри, который пытается сбежать. Его друг на бобре, которого я типа не вижу. Одного убиваем, второго убиваем. Ну, что? Давайте вот такой вот модный смайлик покажем. В принципе, смайлик красивый. Кстати, у нас еще и противники остались. Но они что-то такие себе. Что-то прям ни о чем. Все, последнего противника я видел. Вон он бегает. Гений. Ну, да. Ну, да. Кстати, видите, сборка, да? Совпадение. У кого же похожий сбор? Совпадение, конечно же. Совпадение. У кого похожая сборка? Не будем тыкать пальцем. Ну, как бы. Просто. Ну. Да, как бы 20 уровень. Не спорю. Не спорю. Против 16, да? Против кого-то еще. X2 трасс. Ничего себе. Блин, а я этих не планировал. Зацените, как кнопка работает прекрасно, да? Прекрасно. В общем, пришлось уходить на перезагрузку. Ну, ничего страшного. Бывает. Да. Ну что же, давайте отправимся в следующий бой. Промо-затащить. Блин, как же это напрягает. Вот эти вот приглашения. Ну, деваться некуда. Но нам же не вернут нормальную систему, да? Хотя разработчики пытались внедрить новую систему с командами, да? С приглашениями. Которая была на самом деле кривая все равно. Потому что не выполняла тех функций, которые бы хотелось бы видеть от нее. Чтобы им просто взять. Как в Бравл Старс уже, не знаю, с самого начала, наверное, было. То есть у них была возможность поставить галочку. И вам не может никто кинуть приглашение в отряд. Просто никто не может. По 17-й Генри. Ну, это поинтереснее. Это уже поинтереснее. Правда, он что-то приунул резко. Приуныл аптечку заутал. И вдруг енот его пытался спасти. Но что-то как-то не срослось у них с этим делом. Вот, кстати, я бузер 17-го Генри. Надо бы добить бака. Потому что хочется мне лутать от него усиление. Ну, надеюсь, я добью по итогам. А не кто-то другой. На вторую аптечку, кстати, промахнулся. Видали, не успел залутать. Ну, кстати, команда у нас не особо сильная. Можно было и посильнее достать. За командников. Ну, да ладно. Есть, так и есть. В общем, сейчас мы закончим этот бой. Прекрасный. Вот здесь, вот на краю зоны. Пойдем драться в ближнем бою. Мне его только не нравится. Заметьте, вот фейд. Фейд, да? Была добавлена в игру миллион лет назад. Миллион лет назад. Была добавлена в игру фейд. Прекрасная, да? И что же у нее было? А у нее была такая вот штука, как... Пойдем двигаться, заболбала. Джейд. Так вот. У фейд была такая штука интересная. Как... Вот видите, маленький икон. Маленькие иконки всего предметов, аптечек. Вопрос. Почему нельзя вернуть и сделать нормальными, как это делают всех остальных? Почему? Нельзя сейчас создавать, жесть, золотать аптечку, потому что это будет тогда сразу минус возможности убить, жесть и джейд стараться быть адекватной. Поэтому мы ее будем просто убивать. Автотака стреляя не особо не напрягаясь. Почему? Потому что смысл. А смысл, если все равно победишь. Да, даже на автотаке. Просто время тратить не буду на прицеливание. Жить, правда, сбежала, что одна, что вторая. Волк, скорее всего, погнулся за той. Давайте поможем ему, наверное. Надеюсь, моя команда не врет. Так, все убили. Одну. И сейчас еще одна осталась. Самое интересное, что видите, они с разных команд были, эти две джейд. 12 и 14 уровня были с разных команд. Странно это, конечно, смотрится. Потому что они с разных команд, при этом они как-то тут адекватно более вместе играли, наверное. Вот, кстати, это джейд тоже попалась. Вопрос, зачем было убегать? Пам-пам-пам-пам-пам. Гениальный джейд, как всегда. Как всегда. Ну, если бы ветка, это хорошо. Кстати, да, я опять их с 2 жетона запустили, забыл сказать. Ну, как всегда, вовремя, да. Именно. Именно вовремя. Ну, да. Экзотрофей, с 2 жетоны. Я, конечно, рейтинг не планировал бы. Смотрите, я сейчас обучу рейтинг, а завтра выйдет и генд на фей. Причем скользкую. Вот просто цените. Вот и у меня так всегда происходит. Только игра на персонажа, на него значение какой-то ивента у меня уже 1200 рейтинга и как бы до свидания. Ну, давайте еще один бейт сыграем, попробуем затащить. Красивый бой. Красивую победку. Возможно, против кого-нибудь Абузера. Какого-нибудь жесткого 20 уровня. Так бы было повеселее. Ну, либо просто против склада адекватного тоже было бы интересно. Но не факт, что это, конечно, получится, потому что вы могут победить и нас. А может, хочется так, что просто ничего такого не будет. Я, как всегда, чем-то думаю, но не тем, чем нужно. Потому что мне нужно будет сейчас делать последний выстрел, чтобы получить преимущество. Да, 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 чтобы получить преимущество в убийстве. Вот видите, да. Вот видите, кто добивает, кто добивает, кто добивает. Почему я не добил? Именно, именно, гений, потому что. По-другому тут сказать сложно будет. Да, попади ты, ну, посмотрите, ну, просто в ботат притык попасть не могу. Ну, вот не дичь, а. Конечно, дичь. Там енотик бегает, что-то пытается суету наводить. Вряд ли получится. Потому что я пожёстче, чем он. В них здесь еще как-то бегает. Но они, им реально страшно на меня нападать. Реально просто страшно, они просто стоят на дистанции в фигнестраде. А чё, бобра спасать не будем, да? Бобра спасать не будем, понимаю. Енотик до сих пор себе бегает. Перед ладом. Смыть этого енота пытаться спасти. Серьезно? Серьезно? Ах ты, хитрая морда. Надо закролить, касси, пыталась спасти енота. Далее, какой дробовичок красивый, да? Шикарный пасса дробовик улетел красивейшим образом. Опять какого-то енота спасают. Фигели вообще. Дайте легендарь дробь золотой, слышь, ты? Енот просто бежит и на рандоме в меня делают пичку. Крабик мне тут притянул. Весит эти еноты. Прабы уже делать движ, короче. Набивать крабик и все остальное. Давайте закилимся, а то что ты как-то бегу здесь. Без аптечек, без ничего. Закинем им урончик. Они еще, кстати, со слеплением все стоят здесь. Я в них к ним в ближний бой, это очень интересно, да? Очень интересно. Играем на автоатаке особо не целимся. Зачем? Зачем целиться, если есть автоатака, да? Правильно именно так. Зачем целиться, если есть автоатака, которая сама вместо тебя постреляет? Поделать все, что нужно. Правда, не очень хорошо иногда это случается. Кстати, команда противника, которая пыталась учтить Генри, разбежалась. Стандартная практика, да? Командной работы. Так, ну что, погнали за этими друзьями. Ох уж этот Бабриор, Бабриор. Бахаем, бегаем. А что атакой бахаем. Ну, дробовиком было впритык красиво промахнуться. Ну, там в тайминг не попал. Тони тыкнул копье, я тыкнул дробовик. И мой дробовик, конечно же, выстрелил момент чуть раньше, на миллисекунду и все. Ладно, давайте добьем последних друзей, которые здесь бегают просто поодиночке. В командной игре. В командной игре бегать в одиночке. Понимаю. Сразу видно, лучшую командную команду в мире. Ну, а я как бы это самое, ну, понимаете, до кнопки нажимаю просто. Енотик наш тоже очень командный игрок, однако. Прям командная работа из ниоткуда валит. Они сейчас здесь аптечку золотая с него, да? Не тут-то было, аптечка моя. Ха-ха-ха. Как бы, элитная, элитная аптечка. Ты что, видали там крабик какой мук сделал? Мук на две аптечки потерял. Просто мук на две аптечки. Давайте спустим нашего хамелеонщика. Он вроде пытался играть командно. Интересно, спасу его или нет? Как думаете, ну, вроде аптечка втает еще. А добежит ли он или нет? Это вопрос. Попрос на который мне нет ответа. Кстати, я потребую аптечки. Лизик, кстати, умирает по итогам. Я добиваю последнего в кустах дробовиком. Ну, вот такой бой. Кстати, хамелеон даже семерых убил. Не знаю, кем чудом он их убил. Но, как минимум, он всем выстрелом сделал. Молодец. В отличие от моей остальной команды. Ну, да ладно, все равно это неплохо получилось. Интересно более-менее замеси. Такой динамичный под конец именно был. Противники не самые слабые были. Почти меня убили. Но если бы я реально играл на адекватном варианте, то есть не смотрел бы на свою команду. В командных боях не смотреть на команду. Логично. То я бы изи вынес. Конечно, моя команда бы все умерла. Почти все. Но я бы изи вынес противника налегке. Если бы еще и целился. Ну, то есть. Как бы. Играем на расслабоне. Где даем фору противникам, да? И все такое. Ребяткин, это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.